Рецепт немецкого торта Можете нажать на стоп-кадр, записать их. Ну и также напомню, что под видео будет ссылка обязательно с рецептом подробно описана. Сахар и яйца растираем до состояния светлой пены. Получившуюся массу добавляем молоко и растительное масло. Сыпучие компоненты, муку и разрыхлитель заранее отдельно смешиваем между собой и просеиваем их в чашу. Затем, конечно, все перемешиваем, чтобы не было никаких комочков до однородной массы. Сейчас я вам покажу небольшой хитрый способ, которым я пользуюсь, когда выпекала коржи. В форме я изначально зажимаю пергаментную бумагу, обрезаю ее по краям, поэтому нам ничего не приходится смазывать. Отстегивая уже форму при запекании, от нее отойдет корж и снизу ничего нигде не пригодит. Очень удобно. Помещаем нашу форму в духовку, разогретую до 160 градусов примерно на 40 минут. Там уже увидите по выпеканию коржа. Тем временем приступаем к изготовлению нашего заварного крема для начинки. В молоко добавляем одно яйцо, сахар и муку. Все хорошо перемешиваем до однородной массы, чтобы не было никаких комков. На горячей плите тем временем это все у нас разогревается. Непрерывно помешиваем. Когда все стало уже более-менее однородной густой массы, добавляем сливочное масло, выключаем комфорку, периодически помешиваем и оставляем остывать до комнатной температуры. Корж разделяем на две части, чтобы внутрь положить начинку. Начинку у меня сегодня будут бананы перетертые и также клубника. Начинка может быть любая, любые фрукты на ваш вкус. Сначала я смазываю корж, первый слой его бананом. Затем выкладываю полученный нами крем заварной. Добавляю клубнику, потом снова слой крема, закрываю второй частью оставшейся коржа и приступаю уже непосредственно к декорации и украшению торта. Обычно этот торт посыпают очень обильно сахарной пудрой. Ну, все уже зависит от вашей фантазии. Можно придумать различные узоры, украшения. У меня нашелся кулинарный карандаш в красном цвете, наполненный джемом, как раз подошел для декорации сердец. Хочу сразу отметить, он не застывает в холодильнике, поэтому аккуратнее с ним он может смазаться. Оставляем в холодильнике хотя бы на 4-5 часов, чтобы торт у нас настоялся и внутри пропитался. Всем приятного аппетита и хорошего дня! Надеюсь, вам понравился этот рецепт.